Вечер добрый! Слушаете вы свою радио, надеюсь, в постоянном режиме и правильно делаете, потому что здесь происходит много чего интересного. Ну и программа живые, само собой, по будням с 8 до 10 вечера. Два часа мы разговоры разговариваем, музыку играем, получаем удовольствие друг от друга и от общения, само собой, ждем ваших сообщений, вопросов, эмоций, впечатлений. Традиция у нас есть такая, сложившаяся за три года существования программы. Вот этот коллектив, который сегодня здесь был у нас тогда, еще на Радио Маяк, это было два с половиной года тому назад. Очень интересные метаморфозы произошли с программой, третья радиостанция у нее уже, у этой программы за три года случилась. Но теперь радиостанция своя, и это важно. Первая песня, которую вы споете, после этого, само собой, познакомлю с вами аудиторию, имею в виду поименно, ну и назову имя этого коллектива. Я уверен, что, собственно, мне этого делать и не нужно, потому что больших легенд в стране мало. Тех, что называется, людей, которые стояли и стоят у истоков настоящей, живой человеческой музыки. Надо бы петь, как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Айвазовский грунтовый хвой. Гамлет. Лобачевский ночного неба. Ты бравишь небесный свод и скалистый грунт. Дон Кихот, оркестровых ям, Гамлет, мото, пехотные роты. Ты читаешь устав друзьям, но они спешат выйти вон. Мне не нужен твой телефон. Я хочу забыть твой адрес. Я хочу сегодня просто петь, чтобы мне стало легче. Эдисон эрогенных зон ломоноса в натиманной жизни. Ты бы мог осчастливить всех, но тебе давно все равно. Мне не нужен твой телефон. Я хочу забыть твой адрес. Я хочу сегодня просто петь, чтобы мне стало легче. Обитатель тропы лесной, ожидающий ветра с юга. Твой пегас шелестит весной. Парой новых крыл. Вместо компаса шесть имен. Вместо карты шестой очувасатого. Так вожиди качевых племен Крутят по степям ось времен. Я хочу забыть твой адрес. Я хочу сегодня просто петь, чтобы мне стало легче. Я хочу сегодня просто петь, чтобы мне стало легче. Я хочу сегодня просто петь, чтобы мне стало легче. Спасибо. 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 Рано. Еще спасибо. Мы только начали. Ну, собственно, случилось то, что должно было случиться. Группа «Вежливый отказ» сегодня снова в программе «Живые» через два с половиной года. И это нас не может не радовать. Роман Суслов. Гитара, вокал. Здравствуйте. Я попрошу хотя бы раз за эфир к микрофону подбежать, ладно? Фортепиано. Так у меня написано. Павел Карманов. Ну, а что сложно? Не может. Не может. Хорошо. Наушники, провода. Все, здесь запутали человека окончательно. Вырваться он оттуда не может. Его. Этого я постеснялся сказать. Хорошо, что это сделал Роман за меня. Дмитрий Шумилов, контрабас. Добрый вечер. Электро. Контрабас. Электро. Ну, и человек, у которого свой собственный микрофон, который слева... Вот он, да, совершенно верно. Его можно подтянуть к себе, не стесняться. Он приспособлен для того, чтобы его дергали. Это барабанщик коллектива Михаил Митин. Добрый вечер. Добрый. Ну, я не назвал еще одного человека-трубача вашего. Его сегодня не будет, так я понимаю. Еще одного-скрипача не назвали. Не будет сегодня. Не будет. Сегодня таким вот немножко... Не скрипача, не трубача. Да и зачем. Ну, и звукорежиссер коллектива Павел Брусков, я думаю, тоже стоит представить этого человека. Наш Сергей Дебальский сегодня на подхвате помогает активно отстраивать звук. Ну, в общем, собственно, это и вся недолга. Да, вот эта группа «Вежливый отказ». Ну, когда я сказал про легенд, я ведь нисколько не лукавил. Год так с 85-го существует коллектив. Да, совершенно верно. Вот-вот-вот. Как раз я в армию пошел. Тогда группа и образовалась. Это даже страшно подумать, сколько. Сколько лет вы играете, и на самом деле, как вам оно не достало все это уже? Достало. Да, понял, вижу. Даже слышу, что достало уже, малюх. Но куда деваться? Как, знаешь, как бывает пожизнечательно. Достало, не достало, куда деться-то уже? Уж все-таки из этого всего круга не вырваться. Как называлось первое произведение, которое было? Это песня из нашего героического прошлого. В соавторстве с Аркадием Семеновым была написана эта пьеса. Называется она «Портрет». Точно? Точно, да. Вспомнил. Ну, хорошо. Самое интересное в данном случае советую это с коллегами. Не дай бог ошибся где-то в названии. Но они мне иногда текст подсказывают. Это нормально. А в этой студии происходят очень разные интересные вещи. Правда, бывает, что люди даже и не только нотки подзабывают. Нормально, это же живое исполнение. Ничего страшного в этом нет. 46-47 – это короткий номер для СМС к ваших. 46-47. Пишите свои, пробельчик. Потом уже все, что хотели бы адресовать сегодняшним гостям. Это могут быть вопросы, это могут быть эмоции, впечатления. Делитесь, пожалуйста. Группа ВКонтакте. Официальная группа своего радио. Там анонс уже давно выложен. В анонсе группа «Вежливый отказ» выделена синим. С группой, по-моему, никто не работает особо. Потому как не верится мне, что у коллектива с таким именем такая небольшая по числу группа. Братцы, давайте-ка вступайте. Вот прям срочно сейчас облагородим. Официальное сообщество группы «Вежливый отказ». Люди, они древние. Они, в общем, интернетом пользуются так. По стольку-поскольку, тем по часу сетями. Ну, обычно так бывает. Правильно? Никто же не ведет вашу группу, сообщество-то ВКонтакте. Надо бы. ВКонтакте, по-моему, нету, да. Не тот микрофон. Ну, я понимаю, да. Все нормально. Я же привык. К такому не привык. Все ведется. Ведется? Надо вступать. Надо вступать. Надо вступать. Все вступаем. Все ведутся. Не в ту партию, да. Вступаем. Не все ведутся, это да. Вступаем. Потому как немного там людей. Я очень жалко. Да там много было. С чем? Ну, ладно. Много? Ну, там 1900, я вижу. 1930 участников. А должно быть 193 тысячи, как минимум. Потому как группа с таким именем-то. Но это загнули. Так почему нет? Нет, ну, загнул. Потому что, ну, да. Должно быть, конечно. Хорошо, хорошо. Я согласен. Окей. С чем вы пришли сегодня к нам? Может быть, чего-то новое? С инструментами. Это я заметил, да. Трубачей и скрипачей подзабыли. Остальные инструменты взяли. Ну, может быть, мало ли. Может быть, у вас альбом готовится. Может быть, у вас тур какой-то намечается. Нет, ничего не готовится. Ничего не намечается. Нет, намечается, на самом деле. Ну, пару концертов у нас из-за коситов. Да. У нас этот уикенд получился достаточно насыщенный, на самом деле. То есть мы вот завтра с утра или даже днем уезжаем в Питер, где будем играть в таком баре Венила Скайенс, как он, по-моему, называется. Мы год назад играли там на открытии этого заведения. Нет, они, к счастью, не закрываются пока. Они замечательно там существуют, живые концерты практикуют. Да слава богу. Ну, так часто бывает с клубами, которые приглашают нас поиграть, они после этого перестают. Дело не в вас, дело в кризисе. А послезавтра будет чудесное совершенно мероприятие, в городе Электроугли. Троица, которая называется. Да, которая называется Троица, которая уже некоторый год, и там всегда прекрасная программа, вот такой полномасштабный на целый день open air. Говоря языком, современный потрясающий лайнап. Там огромное количество классных музыкантов. Мало того, что бесплатно, там очень уютно и комфортно, там не бьют морд, там не пьют, не курят, просто потому, что организаторы. Как не пьют, не курят? Пьют, курят, но аккуратно. А мы как? Это вы же, я имею в виду там зрители чаще всего. Потому что организовывает это все хозяйство два замечательных батюшки, чудные совершенно батюшки, которых мы тоже нежно любим, люди в таком статусе, как они, в общем, удивительно, что они занимаются музыкой, причем хорошей, живой, настоящей музыкой. Так что на Троице 31 мая нужно быть всем в Электроуглях, я думаю, что получите огромное удовольствие. Ну и от живого вступления отказа тоже, потому что... Когда вы играете, в какой день? Пардон, в какое время? Мы совершаем программу, да, на последнем игре. Когда все зрители уже зайдут, мы тогда... К сожалению. Когда все, кто попил, покурил уже. Нет, ну да. Да, мы выходим на сцену в 21.40, насколько я знаю, хедлайнерами. Или после вас кто-то еще? Нет, никого нету. Хедлайнер. Хедлайнер. Значит, вы хедлайнеры. Дедлайнеры. Хедлайнерская, да. Группы, вижу, отказ здесь сегодня. Давайте еще попоем, ребят, что это будет дальше-то. Это будет гражданская война, так, опуск на... Погнали. Опуск туда-сюда, то есть. Раступление и, как полагается, потом отступление. Климий Фремль скачет на коне! В правой ручке сабля на голо. В левой ручке Макс Первый Том. Он его читает по утрам. А навстречу ему Нестор Махно. В правой ручке сабля на голо. В левой ручке Том Кропоткина. Он его читает по ночам. Поздно или рано В гробик положили. В землю закопали. Имя позабыли. По полю один солдат бежал. Папиросы потерял. Папиросы потерял. Папиросы потерял. Субтитры подогнал «Симон» По полю один джигит скакал И папиросы потерял Медленно теперь ползи джигит Назад за папиросами А лучший друг джигита Это черный ворон Верная ручная птица почтовая Верная ручная птица почтовая Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, зал сорвался, неожиданно. Потому что не всегда зал понимает, в каком месте конец. Всего этого замечательного действия. Вежливый конец, да. Если мы говорим об этом, да, поговорим об этом. Почему нет? В принципе, меня ничего не остановит. Вежливый отказ здесь сегодня. И есть чудные совершенно сообщения на предмет того, что происходит сегодня в эфире. Вот Василий Васин, так за это человек, пишет. Не ищите в этой музыке что-то знакомое, а внимайте и вслушивайтесь в эту музыку, и она обязательно зацепит. Не всегда же веселиться под музыку. И приятно верить романа с улыбкой. Думал, он никогда не улыбается. Ну, 25 года назад я тоже так думал, что он не улыбается. Нет, хохочет иногда даже. От состояния зависит. От состояния или от настроения? Состояние. С физического состояния зависит, да. Состояние. Сегодня есть, да, плохо подулыбаться чуть-чуть. А так, понимаешь, губы вниз. И понятно. Как вы с этим всем живете-то? Нормально, хорошо. Хорошо, да. Я почему спрашиваю? Ну, 85-й год. Понятно, что давно это было. Вы и тогда, в принципе, не особо вписывались в общую концепцию рока, потому что играли и играете музыку совершенно чудную, необычную, очень, я бы сказал так, интеллектуальную музыку, музыку, рассчитанную на людей с мозгом. Людей, которые, в принципе, да. Я сейчас говорю, да, я сейчас говорю о людях, не о вас, конечно. Почему-то смех пошел в студию, да. Неожиданная такая история. У Димы тоже состояние. Да, я понял, он тоже улыбается сегодня чересчур. Так вот, как, в принципе, за столько лет не, ну, как правильно сказать, не произошло переосмысление, что ли, всего того, что происходит? Ведь, условно говоря, по стилистике музыка не изменилась за 30 лет практически никак. Ну, да. Да ладно, что, да? Изменилась? Нет, я думаю, что как раз стиль, который пытались все отчаянно как-то определить, действительно выкристаллизовался. Да, и, собственно, действительно не меняется, но это он и стиль. Вот. И другое дело, что музыка другая сейчас, но стиль тот. И это вот наш вот такой подходит. Правда, выработался он благодаря тому, что вначале, вы говорите, вот не очень вписывался, я бы сказал, выписывался. Это было активной позиции, да, выписаться, да. И поэтому вот желание выписаться, оно в конце концов вот сработало и стало такой, как бы вот, не только тенденцией, но и уже таким закрепленным фактом, таким статусом. Ну, статус-то высокий. Это совершенно однозначно. Здесь даже осуждать не нужно. Есть, опять же, разный подход к восприятию музыки. Если иметь в виду пресловутый русский рок, от которого меня тошнит, сам по себе посыл русский рок. Люди, которые понимают песню только потому, как в этой песне слова составлены, да. Если вдруг какая-то непонятность, если вдруг какая-то, может быть, умозрительная история, понятная и доступная только тому, кто это писал, ну, потому что есть эмоции, есть какая-то философия, собственно. То вот человек, слушающий эту музыку из категории русско-рокеров, всякий раз заявляет, ну, вот, пошел, поет, что пойми, что он там поет, что думаю, то и что вижу, то и пою. Вот мне кажется, что вам часто такое бросали в лицо. Да нам ничего не бросали в лицо. Нет, один раз, по-моему, что-то бросили. Бросили, да, все же? Долетело ли тебе? Эти, эти. Болт. Таллинс. Чего Таллинс? Таллинс. Таллинс, нет, да, это было, да. Антис. Помнишь? Это было. Вильнюси. А в Вильнюси, да. Вильнюси. Вильнюси, да, понятно. Вильнюси. Так, чего кинули-то? Чего кинули-то? Болт какой-то. Болт. Залезный. То есть мы им болт, а не нам болт. А, так вы же первые были, я так понимаю. Ну да, мы. Вы им, они вам ответили таким. Да, они должны были гайкой ответить. У них не хватило креатива. Комплементарности. Им не хватило креатива, да, для того, чтобы как-то ответить правильно. 46-47. Свои, пробельчик, а дальше уже все, что хотели бы сказать в адрес коллектива. Да, кстати, что касаемо концертов, еще раз нужно сказать. Завтра где? Венила Скай. Питер. Питер. 31-е число, соответственно, это воскресенье, это электроугли, фестиваль Троица. И все. И все? И все. А что так? Почему с концертами? Много концертов вообще? Лето, жара, тяжко. Я понимаю. Болты бросают. А что, если иметь в виду перспективы, планы какие-то на осень? Да не знаю пока. Наверное, какие-то дежурные концерты по клубам в Москве, наверное, скорее всего. Пока не знаю. Ничего не знаю. Совсем? Ну, совсем ничего. Правда. То есть, в принципе, как ляжет карта, так и ляжет? Да, да. Но она как-то ложится каждый год. Действительно, в одно и то же положение. Юлия Усова пишет, вот это как в живописи, на одних картинах все ясно сразу, мишки в лесу или прочие, там грачи прилетели, или портрет чей-то, а в другие, чем дольше всматриваешься, тем больше понимаешь. Только на второй песне начала что-то улавливать. Ну, это вот как раз, я и говорю, для людей мыслящих. Сейчас мы это прекратим. Все, хватит, думаешь. Надо что-то попроще. Или сделать так, чтобы не улавливали вовсе уже. Ну, дай попробуем, что это будет дальше? Да я не знаю, мы не готовили специально сегодня какую-то пресеренную программу, поэтому, в общем, как... Как ложится, так ложится. Типа, как пойдет, да, вот. Поэтому, ну, я бы... Нет, сейчас шаг навстречу мы сейчас сделаем, видимо. Сегодня майская гроза какая хорошая. Да, хорошая, да, вот это такое вступление. Знаете, поиграем что-нибудь из такого мелодичного, старого. Город Москва, в нашем городе душно. Хорошо. 20 миллионов снуют за счастье Глупые люди Ветер Его здесь нет Только движение пыли В туй, в лексок узкий газет Жуй Весна, погода, плюс-минус давление, влажность Запах Прорвала канализацию Везде Бросьте, города, глупые люди, идите, голые, бегите Бегите, бегите на волю Вскрывайтесь в лесах, уходите в степи, зовите Солнце криком-громом, путите духов Воздух Выпусите коня вперед, пули, меня не остановишь Я ветер, я буря, я ураган лечу Бросьте, города, глупые люди Идите, голые, пляшите Идите, голые, пляшите Не-не-не, это я сам с собой, ничего, нормально Я просто представил себе, вот реально, если представлять себе ту картину, которая рисуется перед глазами Глупые, ужасная картина, да, апокалиптическая практически Люди глупые, по сути своей Мишки в лесу? По природе, да, практически Абсолютно, и голые Вот интересно было бы Мишки в лесу, это порно Мишки в лесу, да, порно за деревом, там правда, там есть заложенность некоторая Здесь с этой стороны эротика, а с той стороны уже порно Нет, никого не заглядывали за картину Мишки в лесу? Там же красная шапочка, все дела Нет, я про лесу имею в виду А, про лесу Как называется секс у лилипутов, да, тютелька в тютельку Ну, можем, собственно, и эту тему развить, почему нет Что касается людей Имею в виду тех людей, о которых и в этих песнях поется, и в предыдущих, и в следующих песнях будет петь Люди вообще глупый народ? Люди глупые существа, скажем так, или все же нет? И все же есть какая-то надежда на людей? На будущее? Нельзя эту тему затрагивать Почему? Теперь нельзя То есть вот сейчас ты решил, что нельзя этого делать? Ну, понимаете, я живу в деревне один Один, с конями С семьей А кони? А кони тоже есть, но... Так, так Как вы говорите, потом Отдельная тема Хорошо Давайте ее не будем Вот И иногда я приезжаю в город, и тут все время слышу, и иногда вижу вот там в сети что-то, пишут, что теперь этого нельзя И, по-моему, вот это тоже про людей, про глупости... Нельзя? Нельзя Нельзя Не буду Я пытался взять тему, которая, в принципе, мне кажется, должна быть близка человеку из деревни Потому как он приезжает в огромный город, в котором совершенно нереальное количество, на самом деле, снующих бессмысленно абсолютно людей А вы знаете, я сделал свой, как бы, выбор и сделал свое дело таким образом То есть я уехал, поэтому, в общем, я предпочитаю этого никак не касаться Это какие-то там, ну, вот, вынужденные, скажем так, контакты, эпизоды моей жизни Поэтому, в общем, ну, они также проходят скользь, параллельно Хорошо, ну, тогда жизнь в деревне сама по себе, она успокаивает, облагораживает, делает ближе к природе, делает ближе к себе А посмотрите на меня Облагораживает Ну, я не знаю, я не могу сказать этого, я просто не в курсе Нет, она, конечно, успокаивает, безусловно Она, знаете, есть какой, очень такой тонкий момент в этой удаленности из жизни, как бы, вне социума И вне, в общем-то, государства, что становишь, в общем-то, очень сильно беззащитным Там, деревня То есть, да, ты оголяешься просто вот там полностью И любой укол принимается как смертельный, в общем, такой факт для тебя самого Вот, поэтому вот есть в этом опасность То есть, она, в общем-то, не закаляет То есть, получается, когда человек избавляет себя от постоянного общения с посторонними другими людьми, он становится абсолютно беззащитным Да, я уверен в этом совершенно Сейчас бабахнет в подтверждении слов рассказов Всем привет Это знак, знак того, что Суслов не врет нисколько Получается, что люди, вот, наверное, поэтому деревенские, ну, люди, которые живут ближе к природе, они все такие, ну, не то слово, ну, наивные, не наивные, но открытые, скажем, более открытые, чем городские люди Потому что они боятся или, может быть, сами Не путайте такую вещь, что, в общем-то, деревенский, как бы, социум существует сложившийся То есть, это, как бы, наше крестьянство А злобнее, хитрее и противнее народца я вообще не встречал Это нельзя И это нельзя А что можно тогда? О чем мы тогда можем, если об этом тоже нельзя говорить? Я почему спрашиваю? Потому что как-то были мысли Дачка, там, не дачка, загородный домик Насколько это комфортно, насколько это хорошо Вот я вообще не понимаю Ты, как бы, с землей вообще имеешь дело какое-то? Да, ну, я реально там крестьянствую Но сам по себе, у меня техника, поля, семь без дага, был больше Просто я помню, что два с половиной года назад речь шла о лошадях Ну да, но, в общем-то, может пойти и сейчас Ну вот, собственно, они есть Я там за ними ухаживаю, на них езжу, их тренирую Но, Эдни, эти лошади, это что за лошади? Спортивные лошади Спортивные лошади То есть, это выращивание лошадей? Нет, я уже сейчас выращиванием не занимаюсь То есть, у меня маленькая спортивная конюшня, на которую приезжают ездить мои друзья и, как бы, члены нашего такого клуба Вот, и ездить верхом, заниматься там, устраивать различные соревновульки И, в общем, как-то там В общем, обособленно их эксплуатируют лошадей Да, да, нет Я эксплуатирую их Я эксплуатирую генетическую устроенность такую Понимаешь, Дима? Ты мне зря Про эксплуатацию Дело в том, что, если ты не эксплуатируешь лошадь, то она начинает эксплуатировать тебя То есть, это вот такая штука Слушай, ну тогда можно это перенести на человеческое сословие С автомобилем так Если ты не эксплуатируешь человека, то он начинает эксплуатировать тебя, судя по всему Ну, видимо, да Может быть, поэтому, кстати сказать, в городе несколько сложнее Потому что, либо ты, либо тебя С государством так же С государством? Да Дело в том, что эти вот копытные животные, они предназначены для того, чтобы на них ездили И они выполняли определенную, как бы, работу А вот И мало того, у них даже есть там своя какая-то специализация генетически Сфабрикованные, в общем-то, уже людьми за многие столетия, поколения этих лошадей Вот, поэтому вот так Ну, а это лошади скоковые? Нет Нет? Или как это называется? Есть тяжеловоз, который... Нет, ну, тяжеловоз, который возит тяжести, да, у меня таких нет Нету? А вот А какие там? Есть верховые лошади, на которых, да, привыкли, которые привыкли, что на них ездят А скоковые, это которые... На них скачут А, то есть это разница? На них скачут, быстро ездят А, то есть... Скакать это быстро Скакать это медленно? Скакать это медленно или нет? Верхом Я тоже хочу все усвоить То есть верховые, верховые, это те, на которых медленно ездят Нет, верховые, это, в принципе, все те, на которых сидят верховые А, понятно А скаковая? А скаковая, это тоже верховая лошадь, но которая предназначена для быстрых лошадей Это одна из самых дремучих пород Верховая лошадь Их используют на скачках Во-первых, это не самая быстрая лошадь Потому что ее не выводили на скорость Самая быстрая лошадь Это английская чистокровная Есть такая? Думаю, тебя выдумал? В конюшне Нет, у нас? Нет, у меня есть поместные лошади Но английские лошади Они достаточно капризные Тоже в быту Во-первых, они чувствительны К режиму, к кормежке И во-вторых, если эта лошадь Остается без работы буквально День-два, то с ней Возникают большие проблемы То есть ее надо нагружать постоянно Поэтому у меня чуть-чуть У меня теплокровные лошади Которые с английской примесью А есть хладнокровные? Есть подводные? Водюные лошади? Это общее выражение Поместных лошадей Чистых кровей несколько Это древнючие крови В том числе и английские чистокровные Считаются чистые крови Которые приливают Различным особям Женского пола Чтобы они В смысле лошадиного Для их Поддержки Горячности крови Отепление их Поэтому и возник этот термин Теплокровный Красиво А есть песни про лошадей В репертуаре группы Верлёдкаса? А нет А что ж так-то? При такой любви К этому замечательному животному Одна есть там Какая? Какая? Ну какая Припадок Это про лошадей? Ну это Не про тех Не про тех Не про тех Ну давайте Думайте тогда Что будет дальше Я могу показать Окей Это не Никакого отношения К лошадям Вообще не имеет К лошадям На улице дождь На кухне бардак На утро пикник На утро никак Коммунальный вальс Соседских собак Сказали часы Мне последний тик-так Всила ли ключи Закрыла ли дверь Забыла А я Не могу танцевать На экране темно На экране мутит Телевизор устал Телевизор убит Наберите же ноль Набирайте скорей Разбейте окно Кричите сюда Кричите сюда Держите меня Уносит меня И уносят меня Эх Три белых коня Ну вот Ну вот собственно лошади Мама Мама А что такое аборт Боже мой Где ты слышал Это слово Так вот В песне Волны бились Аборт корабля В общем А данная песня Действительно Песня о лошадях Почему нет Потому что Знаешь вот Что-то как-то мысль в голову Неожиданно Обычно я не думаю А тут мысль пришла Я даже испугался В тишине Она там как-то заблудилась Но все же Я ее сейчас Попробую произвести Людей Которые занимаются Музыкой Людей Которые занимаются Творчеством Людей Которые занимаются Творчеством Необычным Да Непривычным Нестандартным Всегда как-то Вот как Мамонова Например Да Относит В клан Сразу же куда-нибудь Типа юродивые Да Типа это вот люди Которые делают что-то Что мало понятно Широким массам Ну Надо сказать Что Вежливый отказ Тоже всегда делал музыку Которая широким массам Мало понятно Я хочу тогда понять Для себя Определиться Почему не отнесли к юрозе Нет Я уже давно отнес В хорошем смысле Я о другом Я о другом Самому 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 коллективу Самому Самим музыкантам Что дает это Вот Давай их спросить Я хочу да Об этом Я сейчас объясню Я сейчас объясню Что я имею ввиду Я пытаюсь сформулировать мысль Как-то более так объемно Чтобы было понятно Михаил на меня смотрит Возможно он меня уже понял Что я хочу сказать Когда человек Реализуется в чем-либо Ну не важно в чем Вот я допустим Театральный режиссер По образованию изначально Для человека моей породы Очень важно Выстроить концепцию Выстроить сюжет Сюжетную линию Спектакль Так чтобы все само по себе Как бы играло И как бы показывало Для актера В этой сюжетной линии Важно исполнить Те функции Которые в него Закладывает режиссер Вот группа Вежливый отказ Это Режиссер Происходящих событий Вокруг Или актер Условно говоря Исполняющий Некую функцию Которая Кем-то другим Сверху Как говорят Музыка приходит Сверху Заложена Вот что я хочу понять Вы делаете музыку Для чего Или против чего Ну Дело в том Что Это видимо Тут Надо спрашивать Каждого из участников Я пытаюсь Коллектива Да Кто Что тут делает Вообще Я то Изначально Был такой посыл Я уже Вот о нем говорил Что как бы Делать против чего И я делал Все время против чего Если появлялась Какая-то штамм Банальности Или там Я искусственно Просто уходил От этого То есть я менял Ноту на другую Грубо говоря Там аккорд На другой Чтобы было Не так Как Хотелось бы Изначально То есть я как бы Боролся с собственными Желаниями И тенденциями Собственными Собственными Да Вот куда вот Меня выводило Или общими Не общими Само собой Потому что Я себя воспринимал Безусловно Как какой-то Продукт социума И понимал Что как бы Я слышу много вокруг Я увлекался Тогда музыка Я много слушал Сейчас я Ничего не слушаю Детские песенки Английские Детям в машине Заложу И вот Всю дорогу Четыре часа Напролет По дороге Из деревни Успокаивают Успокаивают Детей да Короче Был такой поход Потом он В общем-то Превратился В такое Регулярное Ну Делание Скорее Такую Собственную Такую Инженерию Мне интересно Было Вот Выдавать Какие-то Продукты Получать Что-то Такое Особенное И причем Такого Как бы Декоративного В общем-то Качества Вот хорошее слово Декоративное Которое Не применить То есть Условно Говоря На это Только Созерцать Только Смотри Трогать Руками Нельзя Затем Вот Последняя Фаза Которая Сейчас Существует У меня Это Прежде всего Одушевить Все это То есть Когда Возникает Собственное Ощущение Музыки Музыки И дыхания Когда Это все Начинает Жить И живет По-настоящему Потому что Вот В те Периоды Изначально Которые 85-го Года 90-х Годов Они Очень Такие Жесткие Детерминированные И Зачастую Мертвые Вот По Моему Собственному Ощущению То есть Музыки Там В общем-то По сути Мало Причем Интересный Такой Момент Что Когда Ты Смотришь На Те Вещи Которые Игрались Тогда Понимаешь Что Достаточно Одному Элементу Какому-то Мелкому Винтику Вывалиться Из этой Общей Концертах Иногда Вообще И ничего Не складывалось Из одной И той же Вещи Хотя Как бы Мелодия Написана Там Гармония Написана А тем не менее Вот она Либо живет Либо не живет Для меня Это был Очень Такой Удивительный Момент А теперь Я вообще На все Это забил И Как бы Отвлекся От этих Мы сейчас Пишем Абсолютно Такие Дисгармоничные Вещи Мы сейчас Покажем Кое-что Из того Что происходит Но Это тоже Будет такой Своеродный Макет Поскольку Нету Еще Двух Солистов Важных В общем-то Они не случайны В нашем Коллективе Солистов Вокалистов Ты имеешь? Нет Или как раз Трубача Скрипача Трубая Слеп Ча-ча-ча Да Вот этих Вот нету Вот Они Очень И Всегда Как-то Существовали Рядом С нашей Группой Прямо Буквально Там С самого Начала И основания В частности Участвовали В записи Первого альбома Там На мелодии И потом Вот Мы взяли И собрались Вот именно В этом составе С теми людьми Которые мы Играли тогда Как сессионными Музыкантами И Вот сейчас Этот коллектив Вот в составе Шести человек Шести музыкантов Существует В таком стабильном В стабильной форме Вот Это что касается Меня Что касается Там Дмитрия Вот пускай сам Говорит За себя Я не знаю Ну у меня Я Я поддержу товарища Я поддержу товарища Для меня Это какая-то Уход От Каких-то Привычных От Каких-то Привычных Движений Которые Как бы Очевидны На первый взгляд Которые Диктуют нам Природу Привычки И прочее На мой взгляд Это вот Я бы вспомнил Как некую Борьбу с энтропией Вот То есть Какая-то Постоянная Вот Вытарчиваться Не в ту сторону Вот Причем Это настолько Большая привычка Что Не знаю Сложно Сложно После вот Вежливой отказа Там работать Я иногда Играл там С кем-то Сложно работать Между другими Коллективами Я вам больше скажу Скучно Скучно Как-то И не Неинтересно Нет Правда Бывают Какие-то Интересные вещи Да Вот Но это Бывает редко Я больше скажу Мне кажется Что вам даже Общаться С другими людьми Из Не вашего мира Весьма сложно Потому что у вас Свой язык Сложившийся внутри Своя форма Которую вы используете Слово форма Ну общаемся мы музыкально Поэтому Скажем так Общаться музыкально С людьми Не из нашего мира Нам сложно Наверное Да Вот Ну а так Общаться Общаться ртом Общаться ртом А мы мало общаемся Мы общаемся Исключительно Только вот В основном По музыке Поэтому Собственно говоря Мы уже 30 лет Общаемся По музыке А так Мы друг другу Не доели Потому что Потому что Да Потому что ртом Мало Мы не видим сюда Я понял Я понимаю А в данном случае Павел Это вообще Просто отмалчивается Ничего не хочет сказать Совсем Просто молчит И все Вообще Я считаю Что настоящий композитор Вообще Не должен уметь говорить Зачем ему Настоящий композитор Должен быть глухим Помните Седача Баха Нет Бетховен Или Бетховена Пардон А потом Нет Говорить Должен Не мы Не мы Но Не обязательно Но не хочет Ну расскажи Дима Все таки может Все таки может Все таки Я предлагал Михаилу поговорить У него микрофончик Там рядом Паша 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 может Паша у нас Паша Такой прям Композитор Настоящий Сколько же 20 Он член Совета композиции Сколько существует Вежливый отказ Да Он считает Сейчас сидит Я вижу Вижу в глазах Мысль Меньше Ну ладно Давайте дальше тогда Я так понимаю Что сейчас как раз Что-то такое Очень современное Последнее Одно из того Да Мы попробуем Сейчас воспроизвести То что Мы Пописываем Иногда Последнее время Это будет Из нашего Такого цикла Который называется Военные куплеты Вещь называется Пехота В окопах Поехали Сейчас микрофончик Мы приснул Вот Вот Хорошо Не очень важно Вещь инструментальная Все казалось бы Логично Поначалу Ми-минор Поехали 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 как сложится судьба, но Роман продолжил меня звать почему-то, и ну, наверное, ему все-таки был необходим кто-то играющий на клавишном инструменте. А я в этот момент был единственным человеком, который как-то выучил эти замысловатые вещи, потому что партии Максима Трифана, я вам скажу, это как бы такая авангардная музыка настоящая, очень сложная. И, ну, на сегодняшний момент уже появилась масса песен без участия Максима Трифана, уже с моим участием, но я каким-то образом пытаюсь продолжать вот эту вот линию Максима, и, ну, как могу, в меру своих, в общем, очень скромных пианистических возможностей, что, наверное, слышно, как я плохо играю на рояле. Скромные, господи. Вот, я стараюсь помогать Роме донести его музыку до публики, тем более, что мне очень нравится музыка Романа и группа «Вежливый отказ». Я бывал на их концертах еще во времена рук лаборатории, в 80-е годы. С Дмитрием мы знакомы вообще лет 40, по-моему, уже, и... Встрепенулся. Ну, я не знаю, не 40, но 30. Я с Пашей познакомился, когда он еще в ЦМШ учился. Да, я учился в школе, но я постоянно... Я в Мерзляковском училище. Постоянно приходил в Мерзляковское училище, у нас там были общие друзья, и мы постоянно сидели там на лавке и играли в карты. Нормальные дети учились играть, а мы играли в карты. А там все училище в тот момент, что сидел на лавке и играл в карты, и они менялись там постоянно. Спасибо. Так что вот такая ситуация. Ну, я должен отметить, что... Несмотря на то, что, ну, как бы для меня «Вежливый отказ» — это как бы хобби такое, вот, и мое основное занятие — это написание музыки совершенно в другом стиле, и совсем не похоже на «Вежливый отказ», хотя в последнее время говорят, что «Вежливый отказ» стал влиять уже и на мою музыку тоже. Вот. Но я вот как-то очень привязался к этому, и иногда непонятно, то ли я композитор карманов, то ли я клавишник в «Вежливом отказе». Я иногда сам не очень понимаю. Вот на сегодняшний момент, например, я скорее клавишник в «Вежливом отказе», чем композитор. О композиторе карманове мы поговорим, если есть возможность, если есть желание и интерес. Чуточку... Так что говорить можно и не говорить, а можно просто набрать меня в интернете и все там обнаружить. Спасибо. Хорошо. Но мне хотелось все-таки, наверное, в эфире об этом тоже. Пока прервемся. У нас уже три минуты назад, как должны были, на паузу уйти. Но я позвал к эфиру, к микрофону карманова. Как же я был прав. Это так, на самом деле, было счастливопытно. Ну, что, давайте продолжим. Сегодня здесь, в программе «Живые» группы «Вежливый отказ». Это наша гордость, наша радость, просто потому, что таких коллективов в России больше нет. Прежде чем вы споете что-то дальше, прочитаю сообщение, которое шло в чат на сайте своего радио. Леня его написал, так человек подписался. Пишет вот что. Ничего себе. Давно крутилось в голове название «Вежливый отказ». Может быть, на афише видел. И был уверен, что это очередной местечковый русский рок. Да я в шоке от того, что слышу. Пока регистрировался, вообще забыл, что хотел дословно написать. Но это просто джаз. Не по стилю, а по состоянию души. Эйфория, благодать, нирвана. Вот такие чувства. Ваш новый внимательный слушатель и возможный поклонник Леня. Приятно же, когда появляются новые поклонники после 30 лет существования группы. Мне кажется, это достойно. Надо бы что-то дальше. Что это будет для Лени? Давайте вспомним тоже пару героических пьес. Эй, кузнец, куй железо, Пока мы еще горячи. Ну, что с того, что металл заключен В разводные ключи. А мы готовы стоять День и ночь У кузнечной печи Повторяя одно Окольцованный брат Научи жить сутуля Зимой, а весной Умирать А весной Умирать Но с прямую Спиной Эй, кузнец, Куй железо, Пока мы еще горячи. Я горбат, Я горбат, Но я помню Два слова Могила Молчи Они Исправляют Не смерть А сознание Своей Правоты Мы готовы Теперь напрягая Отвыкшей Петь Сутуля За зимой А весной А весной Умирать Но с прямой Спиной Но с прямой Спиной Эй, эда, эй, 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 Ай, кузнец, Куй железо, Пока мы еще горячи. Умирающий пой, Крепостной голосуй, Пулеметчик Строчи Она Когда Нас Возьмут Из засады Родные Края Я скажу Не то я Всевозможное Мы Эта я Я был Снегом Зимой А весной Стал Землей Но с прямой Спиной этот образ прямой спины видимо так теперь будем общаться не вышки микрофона подходить вот туда будешь говорить но немножко теряем а поставь себе рукой поставь себе табуреточку просто временно такой прибежище надо было посидеть в углу что касаемо прямой спины это некий образ даже не метафора прямое указание вот эта история прямой спины это собственно суть характера романа суслово это все в прошлом это все молодой задор несгибаемость такая да это все это это все давно с возрастом гибкость появилась конечно конечно суставы в том и дело с возрастом гибкость теряется я почему и спрашиваю что неужто верховая езда ежедневная а это да это лечит говоря что лошадь действительно даже даже детей больных очень тяжелыми болезнями лечит этим как называется этот способ лечения ипотерапия да на самом деле лошадь настолько излечивает ну большое теплое животное вот ритмически хорошо устроенная вот они же очень ритмичные такие животные и очень тонкие чутки поэтому они очень свои обладая как бы вроде внутренней ритмикой очень легко еще настраиваются теперь я понял но это правда не связано с лошадями с лошадьми если правильно по-русски с лошадьми впрямую но теперь я понимаю смысл пар где маленький совсем крохотный мужчина и большая крупная такая мощная женщина там с ритмом могут быть проблемы во первых большое теплое как ты сказал животное это первое второе что действительно если выработать общий ритм то это наверное так вот я теперь понимаю почему мужички такие мелкие так держат за своих крупных мощных женщин это другое это это за печку они так держатся потому что это такое вот чего это материнское не правильно это мальчик если мужчина если мужчина сын не путать женщина мать нет просто существует нормальные пары я имею ввиду спортсменов из вот спортивных лошадей которые отлично вместе существуют вот ну кроме как бы ну ладно хорошо тема 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 опять-таки достаточно непростая я шучу безусловно но с другой стороны в общем есть перекладывать историю человеческую на историю животных иногда может быть найти какие-то аналогии можно юлия тюнникова тут вот вдруг неожиданно образовалась у нас в группе вконтакте это замечательная кстати музыкант замечательная исполнительница тоже поет непростую музыку исполняет музыку которой надо как-то привыкать и но раз даже вслушиваться через чур чтобы понять что она несет но несет она действительно светлая чистая настоящая вот что она пишет вообще-то по-моему это лучшая наша группа гордость отечественного производства и плохо понимаю людей которые говорят одновременно не понимаю такой музыки и у нас стране нет оригинальной и самобытной музыки вслушайтесь и она появится по моему красивая слава по моему как эпиграф для какого-то большого материала про коллектив вежливый отказ и летний кофт написал вот что группа действительно самая чудесная больше всего впечатлил одноименный альбом 89 просто не к чему придраться экспериментальные этнические опыты и и раз тоже трудно обойти вниманием удивительно талантливо адаптированные под свой стиль музыкальный стандарт сегодня послушал коса на камень тоже есть к чему прислушаться но все-таки на мой взгляд он немного бедноват по сравнению с прошлыми альбомами остальных пластинок пока не слышал ну а сколько пластинок то их так много что уже наверно сложно даже сказать штук десять там точно я не считал их немного ну десяток я сейчас вспомню вдруг неожиданно для себя если я правильно помню пыль на ботинках это 87 год и 88 это по-моему второй ваш альбом вообще вообще изначально он появился как магнитовая версия такая то есть он на ленте вышел ну да да на кассете на кассетке он был да вот там по моему по моему черно-белая обложка была где какой-то мужичок спиной к спиной к толпе народу на сцене выплясывали ты не мужичок это гора ганесян а он не мужичок вот ну я бы сказал мужик мужик хорошо хорошо как скромно сказали хорошо на фотографии нет подписи кто это я почему вдруг об этом вспомнил у меня был одноклассник почему был там теперь мужичок-то наш теперь теперь он теперь он кто но он академик академии художества понятно да вырос я все почему вдруг вспомнил у меня был одноклассник был потому что умер к сожалению молодым достаточно но там много было связано с алкоголем но это не важно он человек вот я буквально один эпизод один только эпизод из нашей школьной жизни он мог прийти например на занятия с дипломатами ходить такие были дипломаты не пластиковые а кожаные вот движением руки меня звал к себе на камчатку туда знать на задней сиденье на задней стала и мы туда садились он открывал этот дипломат открывал его а там значит на специальных лямочках бутылочка водочки стаканчики такие вот пластиковые огурчики закусочка но все как положено но он реально он со школьных лет заливался вот будешь я году с ума сошел что да я буду так вот это я сейчас не помню какой был год что ли сидели мы в одной общей компании тоже вот вот школу закончили уже кто-то из армии пришел кто-то не служил неважно сидели слушали тоже музыку как водится выпивали но не то чтобы там как хорошо так по-человечески разговаривали залетел валер коротков если он сейчас меня слышит привет дорогой сам такой маленький у нас был нашей компании и я сейчас вам что-то покажу я вам сейчас что-то покажу ставит кассету и мы в течение если я не ошибаюсь там всего 7 или 8 композиции было но они все очень длинные 8 7 минут такие хорошие на тот момент воспринимать это все было весьма сложно просто потому что мы не привыкли к таким форматом да вот мы слушали немножко другую музыку так вот лёша о котором я вспомнил который уже к сожалению не не живет с нами он уселся перед этим огромными колонками то магнитофон все от начала до конца не меняя лица так это облокотив морду свою на руку от начала мы там ходили что-то там прикуривали куда-то что-то как-то нарезали он не сдвинулся с места за все вот пока там кассету перевернули вторую сторону от начала и до конца встал ушел на балкон его не было может быть минут 15 он вернулся с балкона абсолютно трезвый хотя на тот момент когда слушал мне казалось что он уже практически невменяемый и произнес фразу я эту фразу вспомнил вот буквально пока была предыдущая композиция он сказал это все я спросил все это сказал он показывая на магнитофон где только что крутился альбом это все я так и не понял что он имел ввиду и до сих пор этого не знаю потому что он не объяснял что собственно он вкладывал эту фразу но это было и теперь появится в свое вспомнил просто обложку я понимаю что это было связано с как раз с альбомом пыль на ботинках не знаю я что значит это все но тем не менее эта связь неожиданно сейчас прострелила у меня в голове как молния за за нашим окном как говорят что как в память всплывают интересные вещи неожиданно надо петь дальше что это будет может что-то из этого альбома из того из пыли на ботинках ярость не оттуда кстати такая была и а теперь другому микрофон напомню сегодня вежливый отказ здесь и сегодняшний вечер очень необычен по всем параметрам и по музыке и по мировосприятию и и и и и и и и и Эй, ты, а ну давай, тащи быстрей, give what I want, mein Gott, мое, хочу, отдай-ка Ко мне, ля мерде, убью, подонок, слышишь, жрать должен я Бираж толпы мрачных портретов стоят на поклонной горе А жесть все поет свою песню, поет мне голодную песню Костер вечный спутанник безомолвия Кричит, опаленый в ладонь А жесть все поет свою песню Поет мне голодную песню, взрываясь в песок Эй, ты, а ну давай, тащи быстрей, give what I want, mein Gott, мое, хочу, отдай-ка мне Ля мерда, убью, подонок, слышишь, жрать должен я Я беру, подонок, слышишь, жрать должен я И не гадать, я беру, подонок, слышишь, жрать Я беру, подонок, слышишь, жрать должен я Садник незримый принёс весть о дне перемен. А жесть всё поёт свою песню. Поёт мне голодную песнь, не запомнив имён. Большой тигр душит куранты. Схватили стрелки мёртвой рукой. А жесть всё поёт свою песню. Поёт мне постылую песнь, слившись камнем стены. И ты, а ну давай, тащи быстрей. Give what I want, my God, моё. Хочу отдай ко мне ля мэгда. Убью, подонок, слышишь? Жрать должен я. Ра-ра-ра! Жрать! Жрать! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тоже весьма необычный Музыка делает весьма необычную Нестандартную Никогда не приходилось вместе с ними На каких-нибудь площадках выступать Как сборнички такие С кем нам только не приходилось выступать С Аленой Апиной, например Это отдельная история, я так понимаю Из жизни Самое яркое впечатление, я полагаю После такого выступления Причем в Казани Да еще и в Казани А нет, в Набережных Селнах Тем более Я почему вдруг спросил Потому что когда я сказал, что Группа Вежливый отказ Группа, ну скажем, похожих на которые нет Я вдруг потом Вздунь через песню вспомнил Про оберманекен Они, конечно, другую музыку делают, безусловно Но тоже нестандартную И тоже весьма-весьма необычную Вот когда мы говорим, например, о современном искусстве Вот когда слушал песню, где Только что, которая прозвучала Я вдруг вспомнил о современном искусстве О том, что называется современным искусством Которого я не всегда понимаю Не потому что А потому что Я не очень понимаю, почему Объектом искусства может быть обычный белый унитаз Который поставлен на постамент И рядом с ним табличка Унитаз, все И это является объектом современного искусства Ходят люди, платят деньги, смотрят на белый унитаз Обычный, стандартный Ничего в нем нет такого особенного Или, например, макароны Которые развешивают на веревках Прямо в зале Ну, хотя, потому что Дюшан был первый Кто? По поводу унитаза, что ли? Ну, хорошо, тогда Дюшан Там был писсуар Да, там совсем другая была история Кстати, унитаз Это не совсем верное название Называется этот атрибут бытового хозяйства По названию фирмы Юнитез Это известная история Да, поэтому так сложно сказать, что это вообще Чаша Грааль Продонт Вот это белое, которое там стоит Да Я к чему? Само по себе искусство Как образ Как образ Мыслей Как Смысл жизни Оно разное И, безусловно, каждый человек воспринимает искусство по-своему Вы настолько далеки от того Чем живет масса Общая масса Вы настолько вне этого контента Что у меня все время Не отступая Остается впечатление Остается такая вот мысль Свербит она у меня в голове Как же вы живете-то в этом Социуме Ну, понятно, с Романом Он просто взял и уехал в деревню Где он, лошадь и семья Где есть какой-то, может быть, собственный мир А Остальные Дмитрий Вот как жить-то С таким мироощущением Ну, не просто жить, черт возьми Мироощущение Не знаю Я Наверное В некотором смысле социопат Но С другой стороны Я-то как раз Вполне Живу То есть я там Пишу музыку Для кино Там для каких-то Еще вещей То есть Я живу дома Я практически из дома не выхожу Не выходя Нет, ну как Ну, выхожу из дома, конечно Ну, хлеба купить Два раза хожу гулять с собаками Какая собака? Такса Клево У нас Йорк Вот Да Такса прекрасная Можно посмотреть У нас звезда Фейсбука Вполне себе Вот Опять же Фейсбук И все прочее То есть Мне не кажется Что Куда-то Уходит Группа От Мне кажется Что может быть Она где-то опережает Где-то что-то такое То есть Например Вот эта песня Которую мы только что слушали Там из героического периода Мы слушали Вы играли Ну да Ну и мы тоже слушали их Как Сами себя Ей почти 30 лет Но на мой взгляд Она не теряет актуальность Абсолютно Вот То есть Тут Другой Другой вариант Другой Вопрос Скажем так Что музыка Которая не мимикрирует Какие-то стили Которая не Старается быть модной И И Идти в ногу со временем Она наоборот Сама К себе Определяет моду То есть Она всегда Остается модной И актуальной Я с этим не спорю То есть Я про это собственно говоря Я с этим не спорю Я немножко о другом говорил Как бы правильно Сейчас я объясню Как люди живут Люди живут Простым Простым и понятным Общая масса Я сейчас не говорю конечно Обо всех Общая масса Чем проще Тем понятнее Вы же Делаете все возможное В том что вы делаете Чтобы Не то чтобы усложнить Вы просто свое нутро Которое непростое А как живут Ученые Физики Биологи Они тоже живут Очень сложным Да Мне тоже сложно их понять Правда Они живут в своем Каком-то мире Ну и каждый живет Собственно в своем мире То есть кто-то там Слушает то Кто-то читает книги Кто-то и все А социум То есть например Если какой-то человек Нам кажется Может быть не очень далеким Каким-то Неинтересным Может он Гениальный токарь Какие-то Такие детали Точит Что нам вообще Никогда То есть каждый может быть Интересен в своей области С другой стороны То есть Я бы не стал оценивать Всех людей Как Каких-то Недоделков Честно говоря Нет Я тоже не стану Вот Я про это говорю Тут просто у каждого Своя какая-то Область применения Вот А в тех местах В которых они могут Коммуницировать Люди между собой Перекоммуницируют И все То есть проблем никаких нет На самом деле Да проблем-то нет Нет проблем Есть удовольствие Которое лично я получаю Сегодня от того Что в этой студии происходит И мы тоже получаем На самом деле Спасибо Спасибо Что только что Не так что-то не так Микрофончик можно к себе Поднимать Будет удобнее Все хорошо Все хорошо Вот Смотри как удобно становится Задумался Суслов о чем-то Всерьез задумался Какая песня будет Следующая решаешь? Нет Не решаю А что тогда происходит В этой светлой голове? С чего вы взяли Что она светлая? Я предположил Я хотел надеяться на это Что будет песня? Какая песня дальше будет? Такая смена героя Угу Только микрофон Надо бы опять вернуться К вокалу Это шкаф Видимо Почему ты так решил? По ритмике того Что ты играешь Супер День Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты 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 группой ленинград всем понятно но он был достаточно корректен вежлив понятно что пришел на первый канал в определенную программу фраза мне его ну как сказать не то чтобы ударило по ушам но слегка зацепила когда они стали говорить о музыке и он вдруг сказал что ну с тем куда катится современная музыка в общем можно наверно примерно сейчас будет соврать но мысль была такая что можно наверное закрывать тему музыки в россии потому что ничего современ в современной музыки там типа хорошего нет так вот я и надеялся что может быть вы скажете что вы обнаруживаете какие-то интересные музыкальные коллективы нынче существующие в россии а вы также слушаете все вот туда да и пена шансы пенк флойны ну что что значит туда ну то есть музыкальные коллективы есть на самом деле то есть разные то есть коллективы могут быть не только какие-то рок там джазовые то есть сейчас очень много интересных джазистов появилось молодых которые в отличие от нас скажем так они получили хорошее образование есть фантастические совершенно исполнители академические да ваш вот например ну не могу не сказать был в концерт мета бетховен такой был концерт в воскресенье в музыке там персим фанс это оркестр без дирижера играл бетховена ну то есть там много было там лена ревич играла полина сединская но вот это вот удивительный совершенно коллектив который без дирижера при этом вот огромный оркестр играет как хорошо отлаженный ансамбль у них удивительно ансамблевая игра они не не повинуются какому дирижеру они смотрят друг на друга играет чем игра получается активная не пассивная под палочку и это звучит совсем по-другому звучит удивительно при этом очень точно эмоционально точно точно это интонационно фантастика лучшие музыканты молодые наверное московские играют в этом оркестре то есть есть у российской музыки я сейчас говорю не только есть конечно то есть эффективы да есть есть просто засилие наверное форматов во всех когда канал культуру там показывает там четыре человека у него там есть которые вот там ньюсмейкеры в музыке и все остальные ну то есть удивительно на самом деле когда просто даже когда вежливый отказ например делал 10 лет назад мы делали концерт 20-летия во мхате вот то есть об этом показывали и там и нтв и была программа деброва еще какие-то программы то есть там по многим телевизионным программам был показан и сейчас группа когда делает какой-то концерт вообще некуда идти чтобы рассказать о том что что-то будет то есть вообще непонятно чего почему некуда есть куда свое радио вас есть нет свое радио я имею виду вот теле телевидение данной ситуации к сожалению то есть то есть то есть какие-то медиа саху с большим охватом то есть ваш народ у нас к сожалению смотрят телевизор так беда как раз в том слова было правильно сказано формат беда как раз том что все стал коммерческим и и ориентация идёт. — А что касается Шнурова, то мне кажется, что именно он эту музыку туда и толкает. — А может, сколько с этим не спорю. — Многие люди говорят, Шнуров, какая энергия, какой драйв, ну, не знаю, если каждый день показывают жопу, то каждый день, причём всё больше и больше. — Что касается Шнурова, короткая история. В ротации своего радио нет группы «Ленинград», по тем же самым причинам и ровным счётом по тем самым соображениям. Не буду называть имён и фамилии, но как-то один деятель в Питере решил выпустить несколько разных альбомов с хорошими российскими, типа русороковыми коллективами под симфонический оркестр. Вот один из коллективов, который он хотел в это дело втянуть, была группа «Ленинград». Он взял их песни и повёз композитору, который должен был разложить всё это для симфонического оркестра. Через три дня он приехал забирать партитуру, отдал всё обратно, сказал, я не могу этого разложить, тут ничего личного, тут ничего своего, тут всё чужое. Это к разговору о музыке группы «Ленинграда». При всём уважении. — Не знаю, знаете, как это... я бы назвал такой шансон для эстетов. То есть шансон для людей, которые не любят шансон. Собственно говоря, чем отличается группа «Ленинграда» от шансона, который все клянут, я вообще не понимаю. — Практически ничем. — Только в шансоне меньше матерятся. — Практически? К удивлению моему, да, и к общему нашему. Давайте что-нибудь споём. Что это будет? — Задумчиво. — Задумчиво подошёл к микрофону. — Как пойдёт? — Так как куда-нибудь уже идёт? — Что же это пойдёт-то? — Ха-ха-ха. — Музыка. — computation. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Душа скрипит ДимаTorzok 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 ДимаTorzok